Я понимаю, что иногда экспромты рождаются по вине тех, кого вы приглашаете. Я помню, как замечательно одаренная и умная певица Маша Распутина пришла на «Квартал». Она была потрясающая сцена. Мне было жаль ребят, но они с достоинством, конечно, тогда справились с этим. Ты себя представлял на их месте, если бы ты там был с Машей Распутиной в это время? Ну, начнем с того, что... Очень хорошо звучит, если бы ты был с Машей Распутиной. Ну, а с тем с того, что Маша Распутина решила, что ей не нужно приезжать на репетицию, и не нужно знать вообще, кто мы такие и что мы будем делать. Это все вылилось потом, естественно, в интернет. Скандалы какие-то, не знаю, что говорили в России. Ну, в России тоже, опять же, Паша Воля и Гарик Мартиросян говорили, ребята, ну, вы, конечно, дали, Машка вам джазы там дала. Юра Крапов, который сидел в этот момент на сцене, он абсолютно спокойно читал текст. Несмотря на то, что здесь Маша что-то говорила, там у нее были какие-то свои мысли в голове, потом вышел Вова и решил... Вова вышел не запланированно. Абсолютно. Он вышел спасать ситуацию. Конечно, конечно. И вот та фраза, которая, собственно, повергла, я думаю, Машу в шок и заставила весь зал свистеть, что он сказал, вы знаете, все мы братья-славяне. И Маша ему сказала, это ты, что ли, славянин? Он говорит, скажем так, я из тех, кто 40 лет искал славян. После этого весь зал понял, что происходит. Понял, кто он. Да. Начал свистеть. И, естественно, Маша-то начала, я сейчас кому-то посвящу. Все только хихиха-ха. Послушайте хорошую песню. Истина, Киев это русский город. Ну, это же просто был какой-то бред. Да. Бросила цветы, которые купил ей либо муж, либо охранник. Я не знаю, почему у звезд такой величины есть комплекс того, что никто не подарит ей из зала цветы. Что было потом за кулисами? За кулисами ничего не было. Она ушла? Спокойно ушла. Мы продолжили концерт. Если обращать внимание на это, то потом... Гонорар она получила? Я думаю, да. А что она? И, естественно, Тема, наш звукорежиссер, когда уходила Маша Распутина со сцены, он включил песню. У Николаева старая мельница крутится-вертится. И после этого Маша звонила кому-то и говорила, если бы я тогда поняла, что это он включил мне, я бы тогда, типа, растерзала всех. А Тема вот так нажал кнопочку на компьютере и встал, закатывал рукава, думал, что Маша Распутина... Просто любит эту песню. Он просто фанат Николаева. Ну что здесь делать? Что ты о себе думаешь, как о личности, об актере? Ты доволен собой? Ты считаешь себя звездой? Ты состоялся на сегодняшний день? Я считаю, что я состоялся в том, что у меня есть хорошие друзья, у меня есть семья, я финансово откуда-то, не зависим ни от кого. А это важно, правда? Это очень важно. По сравнению, я смотрю на людей, которые из кожи вон лезут для того, чтобы заработать эту копейку. Мне иногда даже бывает жалко. Мне просто повезло. Мне просто повезло, но одного везения недостаточно, если просто сидеть на месте и ждать, пока тебе повезет. Как в анекдоте, ты хотя бы лотерейный билет купи, друг. Может не повезти. Может не повезти, конечно. Конечно. Поэтому для того, чтобы повезло, нужно хоть дать какой-то хотя бы толчок куда-то, хотя бы на первые три ступеньки стать. И я не могу сказать, что я звезда. Звезда – это Филипп Киркоров и все те, кто летают там, у кого там, не знаю, какие-то райдеры, шмайдеры. Для меня это абсолютно все как-то дико. Я обычный человек, я же ни от кого не прячусь, ни в бункере я живу. Живу в обычном доме. На троещине? Нет, не на троещине, но и не в центре. Но и не в центре. У меня все как у обычных людей. Я тоже выношу мусор. Я тоже иногда болею. Не может быть. Иногда даже в трусах. В семейных. Я тоже хожу на стоянку, хожу в ресторан. Мне тоже хочется расслабиться. Тоже хочется сходить в кино. Тоже хочется потыкать на кого-то пальцем и сказать, ля, это же он, это же оттуда. Мы абсолютно адекватные, одинаковые со всеми люди. Просто те, кто считает, что человек в телевизоре, то он миллиардер. Я видел много выдающихся людей, связанных с юмором, которые производят юмор, которые передают чужой юмор. Они в жизни, как правило, очень мрачные, смурные, потому что энергия вся уходит там. Ты в жизни искрометный, такой же, как на сцене? Не, я не такой искрометный, как на сцене. Я полностью отдан, в свободное время, которое есть, я полностью отдан своей семье. То есть я не могу сказать, что я угрюмый, серый там. Я стараюсь как можно чаще улыбаться и даже в каких-то негативных ситуациях стараюсь найти что-то позитивное. Для того, чтобы потом как-то все это легче воспринималось. Я никогда, слава богу, не впадал в депрессии. С чего бы? Да, ну так получается у меня. Я не серый, не злой я какой-то. Бывает иногда, да. Но опять же говорю, все живые люди. И все, кто тебя знает, говорят, что ты не скандальный, не конфликтный совершенно. Да слава богу. Рубаха парень. Слава богу. Слава богу. Вот как-то так повелось. Не знаю, может, мама такое испытала. Тебя часто показывают по телевизору. Ты сам себе там не надоел. Ты знаешь, я не смотрю те передачи, в которых я участвую. Это разве что сделать какую-то работу над ошибками. То есть ты не включаешь телевизор, получается? Не, я включаю телевизор. Ну а если включил телевизор там ты, как же? Не, у меня есть. Интер включишь ты, один плюс один ты. Куча дисков есть и куча фильмов, которые я там накупаю, 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 накупаю. И хочу с Ксюхой посмотреть все время дома. Специально купил домашний кинотеатр. Специально купил большой телевизор для того, чтобы смотреть кино. И когда покупаешь диски, приходишь домой, кто-то звонит, говорит, сегодня работа, надо быть там-то. Ну хорошо, поехали. И так оно все накапливается. И вот настал тот момент, когда есть три выходных дня. И я с удовольствием поеду домой и посмотрю все эти диски. Опять же, смотреть на себя не то, что не люблю, а не считаю это кощунственным. Я же говорю, если сделать работу над ошибками, то да, посмотреть там, кто как снял, кто как сыграл, кто что, кто это, чтобы понять потом, чего не нужно делать в следующей программе. А так, чтобы прям смотреть, наслаждаться, вот это я, смотрите все. У меня такого нет. Зачем это нужно? Если и так, куда не включишь везде. Родителям нравится видеть тебя по телевизору? Родителям нравилось видеть меня и на сцене. То есть еще со школы там, когда я участвовал в разных сценках, импровизациях школьных, на разных утренниках новогодних. Маме всегда нравилось, когда ее ребенок впереди. То есть на сцене он будет или будет он там отличником. Но к ним же соседи наверняка подходят, друзья, все ж города. Они там же живут, Волчевске? Они там же, да, они живут там же. Ты почетный гражданин Волчевского? Нет, я почетный, почетный гражданин Луганщины. Кстати, хорошая идея по поводу почетного гражданина Волчевского. Почему бы нет? Кто еще так прославил город? Я не знаю, кто еще. Но может быть только директор комбината Тарас Григорьевич Шевченко, который абсолютно полностью не то что однофамилиц, а прям и тезка даже. Нет, я считаю, мне гордость Луганщины, мне статуэтку вручал Михаил Васильевич Голубович. Я ему очень благодарен. Человек научил меня очень много. Во-первых, научил верить в себя, научил говорить правду и научил не смотреть назад. У него тоже очень много в жизни было разного. У него очень тяжелая судьба. Прекрасный актер. Да, он прекрасный актер. Он замечательный человек и сильный мужик. Поэтому, наверное, это один из тех эталонов, которым я подражал. Я поймал себя сейчас на мысли, что многие выдающиеся люди, которые состоялись в искусстве, у которых было все на тот момент в порядке, говорили мне, что больше всего в жизни боятся потерять популярность. Вот они, казалось бы, будучи на гребне этой волны, будучи востребованными на 100%, говорили, я боюсь, когда наступит момент, что в зале будет 2-3 свободных места, что он будет полупустой. У тебя нет опасения когда-нибудь потерять популярность? У меня нет такого опасения. Я думаю, что популярность – это, опять же, тоже дело зыбкое. Ты что-то не так скажешь, тебя сразу все забудут. Поэтому нужно следить, во-первых, за своей речью, за своими разговорами, за своими жестами, за своими действиями. Тебя могут как вознести наверх, так же точно могут и сбросить. Быстро. Очень быстро. Это шоу-бизнес – это очень жесткая штука, такая же точно, как и политика, наверное, мне кажется. Тоже грязь, тоже бои, непрекращаемые никогда абсолютно зависти, лицемерии. Поэтому нужно просто, не знаю, проще, что ли, относиться к этому всему. Ну, потеряешь популярность. У тебя же, не знаю, жизнь-то на этом не заканчивается. Ну, не знаю, сходи в кино. Для того, чтобы не потерять популярность, наверное, нужно сделать все, для того, чтобы, когда ты ее потеряешь, ты чувствовал себя на коне. Вот и все. Девушки преследуют тебя, поклонницы? Сейчас уже нет. Наверное, старый я стал. Раньше, да, раньше было. Ну, на машинах, естественно, пишут, там, на машине, там, когда зима была, там, писали. Или когда машина грязная. Что писали? Пишут, Женя, я тебя люблю, естественно, что они могут еще писать. Пишут номер телефона, там, какой-то. Иногда девочки прямо узнают адрес, приходят домой, слава богу, у меня нет дома, открывает жена. Они убегают в лифте, прячутся куда-то. С девушкой преследуют, а парней? Парней, слава богу, нет. Несмотря на то, что это шоу-бизнес, я тоже назад не оглядываюсь. Не, они преследуют. Я думаю, что, вы знаете, у нас такой, такая направленность юмора. Что там не до парней. Не до парней, да, особо. Мы же не руки вверх. Что нам? У нас, девки, все хорошо, в общем.